господи иисусе христе сыне божий помилуй нас номер 822 события дня книга иисуса навеяна 1 8 да не отходит сия книга закона от уст твоих но поучается в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно вот и святатель за 4 декабря 2017 года вот один стих от отбрать и сравнить буду прошлой россии святая русь две дня не жили так чтобы из книги божий поучаться до народа тьма тьмущая была не знал ничего это уже к слову то боже потянулись то когда в какое время то когда уже тут из плена стали возвращаться русские в германии такое что услышали стали уже еретиками сектантами а слово божие это в руки попала ну и пошло вот комментарии вчера кто-то дал посмотрите какие люди к нам заходят но я выделил что похожих два вот этих домика и проще но зарядили тут есть послушаться одни и те же слова как как перевести текст этот у нас абракадабра получается на вида что не со зла зашел человек к нам вот кто знает пусть переведет точно только мы будем знать и вот интересно вот кто-то подписал это собери а и арт а мы сразу высчитали кто он такой артюшкин александр с америки знакомый был с игорем дыбу новым и вот он заходит я его не запечатываю и он имеет возможность заходить и вот там у нас детский лагерь показывает приехала телевидение 24 тв и вон тут вышел совершенный безбожник но и жизнь конечно делающий добрый идет к свету вот в чем дело то тут я не знаю его жизнь но немножко кое-что видно а делающий злой ненавидит свет и идет свет и он пишет у меня приятель это комментарий пишет попал в паутина этого златоуста на меня это паутину я за счет расставил ну мировая сеть атака называется интер международная сеть завлек нормального парня в секту сбил полностью спонталыку был нормальным оставил на вроде идиота ходит с бородищей кушаком подпоясанный игорь его зовут кроме религии у него теперь ни одного слова таких фанатиков еще поискать как этот лапкин правильно его жучит ему надо еще поклонников его философии вот он и детей приучает к собственному величию мне так кажется так это обыкновенный проходимец или сумасшедший которому крайне необходимо витисовать перед молодежью ведь он зашел и сразу характеристику дал видел он нет не видела что безбожие и лютость это люди обиженной жизни я их очень хорошо знаю как правило это не женатые а с кем он такой ядовитый уживется ему кажется правильно его жуче то есть мне тут трудно роспотребнадзорно подавать нет правильно то есть от осколок прежнего режима империи зла и лжи в америку уехал зачем он туда в америку но и где-то засел даже не знаю его ничего я знаю нигде он там не вылезет там ему тоже подскажут почему там не нападает-то не на кого-то а как фанатик он не знает что слово фанатик это положительное слово это человек готовый умереть есть фильм был ленин в октябре ну и когда там все это обыск прошло в в квартире ульяновых а то я еще помню со школы смотрел еще ничего не знал и один который остался там то жандарм и спрашивает мария или лично то а вот владимире то говорят он фанатик она вот так объясняет и говорит это человек готовы умереть за свою идею за дело а нам-то говорили это плохо он ничего не знает даже в добром конечно смысле и в тушенко сергей пишет слава иисусу христу игнатий тихонов вот ссылка для скачивания на жития святых первый век тут аудио видео файлы аудио тоже как видео разбиты по житиям каждого святого каталог на житья частично исправлен в соответствии с расположением файлов на вашем сайте там же есть текстовой файл в котором описаны детали нумерации и наименований файлов для обречения навигации если что-то вас будет не устраивать напишите я подправлю видео делал почти такие же как у вас были на канале что у больших различий при публикации не было на меня два человека выше новые не встречался никогда с ними и господь так помог через них вот один занялся библию чтобы разбить не по главам а хотя бы по полчаса как в один ролик и уже все закончил неделю не прошла и все закончил вообще удивительно и к сергей александрович новенький человек пришел по фамилии говорится а этот человек занялся другим а у меня было архипелаг гулаг могли помогли разбить там сергей и вот они в разных это сейчас житиями я говорю у меня жить и 1173 кажется так теперь которые начитанные ну 12 томов димитра ростовского но один человек почти 300 с лишним роликов обработал их можно теперь слушать по святой и ролик и начинается там музыка колокольный звон и тогда жить и святых моя начитка мой голос и он показывает где это теперь можно и вот что интересно да что сказал наполеон о христе это я решил этому александр ответить и он то это написал и арт этот артюшкин безбожник то я его скопировал обратно ему сбросил вот тут он сейчас поднимется на меня я ему не отвечал а о чем отвечать то ну как сказал безумие сердце своем нет бога это еврейская вера ваша еврейская то есть это ненавистники евреев он проклят человек он позорит поносит семя аврамова 12 глава бытие считай он этого не знает он во всех делах проклят я его не знаю но то что он ненавидит везде евреев он проклят это на сто процентов притом я говорю точно это неприкасаемое племя даже они сделали революцию убили царя к делу не относятся обетование божие остается в силе обетование а у меня все ладится я благословенный почему я благословляю это этот народ семя аврама чтобы они обратились стали христианами приняли его как мессию наполеон сказал до начала своего похода на россии наполеон передал русскому послу дипломатическую ноту содержащие его намерение стереть русскую империю с лица земли и вот он наполеон стоит ответ посла был такой человек полагает а бог располагает наполеон вспылил скажите вашему императору что я и есть тот кто полагает и располагает поневоле вспомнишь неужели он сам себя так управил валан то говорит то там берлиоз с ним сидит рядом вот с жизнью-то своим великий полководец наполеон провел последние дни своей жизни в ссылке на английском острове святая елена там он написал свои мемуары в которых высказывал свои личные мысли о том насколько они глубоко владели им говорит одна его беседа с генералом манталоном манталоном последовавший за ним ссылку на святую елену что вы думаете о христе спросил наполеон манталон ответил мой господин я должен признаться что никогда не задумывался об этом и никогда не размышлял над этим вопросом тем хуже для вас сказал бывший император и начал излагать давно беспокоящего мысли вот послушай манталон в одни моей славы я был в таком почете у людей что многие из них с радостью за меня умирали но все-таки требовалось мое присутствие чтобы вдохновлять солдат идти на смерть поэтому я ходил всегда с войсками а теперь когда я нахожусь на острове святой елены кто за меня сражается кто остался мне верным кроме тебя такова судьба великих людей какая глубокая пропасть пролегла между моим падением и вечной властью сына божьего я еще не умер но мое дело уже разрушилась в то время как христос умер 19 столетий тому назад а дело его существует как и в то время когда он ходил по этой земле он и не думал бояться своей смерти он ожидал ее спокойно он христос единственный который после своей смерти остался живым и могущественным почти во всех краях земли проповедуется его слово иисуса любят ему молятся александр македонский юрий цезарь карл великий я мы были основателями мощных государств но на чем держалась наша власть насилие иисус христос основал свое царство на любви и в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за него свою жизнь иисус является завоевателем который истинно объединяет не только один народ но все человечество и объединяет самим собою какое чудо душа человека со всеми ее способностями чувствует тесную связь с существованием иисуса а почему благодаря одному чуду которая превосходит все чудеса христос есть любовь и он хочет эту любовь дать людям и завоевать их сердца это все что он желает тут не оконченная мысль я слышал это еще по радио примерно 50 лет назад когда после этого они с генералом были под звездным небом это он слова монтене видимо припоминает и говорит отрицать бога может только явный преступник или идиот под звездным небом и у гроба близкого человека насколько относятся эти слова уже я не могу сказать но дали он обращается к этому генералу своему вот и говорит что сказал то здесь и говорит манталон вот и остался один со мною и никого больше нет я тебе рассказал о христе если ты этого не знаешь теперь ты знаешь и не принимаешь этого то я жалею что поставил тебе генералом вот и все я пишу и в тушенко сергею меня интересует как вы находите те жития на которой еще не было публикации как вы их выбираете среди тех 300 которые уже выставлены были как остальные это 800 находите молодцы вы таких помощников бог послал но там есть еще пять томов добротолюбия неплохо было бы их по роликам сделать по полчаса и четыре книги отца григория диченко и интервью все в ролике сделать и с надписью как новиков сергей сделал так выпуклые буквы и показал как не могли бы вы а то я уже пишу роману не могли бы вы съездить до второго мостика и посмотреть уровень воды в дальнем конце плотины сколько доверху осталось и проехать на шлюз чтобы узнать еще ты через него вода и глубоко ли врезались наши они там что-то делали и виктора бы спросить он же снимал вроде бы про первый мостик и про рыжковский можем не сообщить тоже роман сразу же ответил все завтра сделаем я ему про голубей говорю что там кормить поить надо он все так и делаем вот пожалуйста юрий соболев отец андрей пишет кураев как его называет его там живой журнал курятник памяти архимандрита на своем живом журнале плюс архимандрит дионисий шишигин свой человек патриарха пимена не чужой для патриарха алексия при нем он натаскивал других архимандритов их епископской хератонии натаскал ну здорово как как будто бы охотничью собаку на зайцев именно он уже в нулевых годах что тут нулевых годах или кончилась жизнь его или 2000-е годы с горечью сказал мне отец андрей вот профессор богословия так объясни мне что происходит на архиерейского так хератонии то дух святой может быть исходит на них моя точно знаю что дух хамства вселяется в них немедленно запомните эти слова дух святой может быть исходит но точно знаю что дух хамства вселяется в них немедленно вот тут прислали у нас славгородский сейчас епископ первый раз видеть нас все поднял против который священники запретил какой-то понище фамилия его то ли все волос что ли я ничего к нему не имеют и батюшка приглашает каждый раз а тут разные миссионеры то есть они ничего не знают а вот они не входят дипломатические отношения а как его звать за руку тянуть еще накануне сей боголюбезный архимандрит избранный во епископа града энска сама любезность ах что скажете батюшка подскажите отец архимандрит благодарю вас дорогой отец дениси но уже через час после хератонии он пойди туда принеси вот это абсолютно точно александр тетюшев не знаю какой александр где он что в друзьях у меня нет его и друг он выходит вот интересно неумеренно начинает или хвалить или поносить ну так средненько выбрали я бы может быть и принял но ними трудно это принять пишет да благословит его господь и дати тихонович мне тоже не верится что столь мало народу просматривает ваши видеоролики думаю что причина возможна в том что многие заходят в кавычках непосредственно сайт во свете библии открытым оком они на форум сразу наше посещение сайта во свете библии просмотры с его видеороликов и всего вашего бесценнейшего бога бесценнейшего сайт вероятно не считает то есть возможно только посетители форума это уже второй год делаю я так как привык к нему и на форум почти не захожу что и говорить привык к сайту во свете библии всем сердцем так что даже не заметил например что надо было давным-давно зарегистрироваться бы на форуме то что хотя и сделал но с опозданием аж почти на два года ну то есть еще зашел сразу за зомбировал я как эти попытки говорят по неболе подумаешь нормально это они или нет они ничего не могут объяснить то есть труд духа святого папы намертво отрицают это или за зомбировал то за зомбировался только дворкин эту за носу им сунул в мозги не поверите друзья это же время я даже не находился в друзьях игнатия тихона веща простите пожалуйста за невнимание дорогой игнатия тихонович простите мне все время кажется что это само собой и быть иначе никак не может свидетельствую что на свете с большого подобного пророка с большой буквы истинного проповедника с большой буквы земля вряд ли когда имела о ком это говорить не знаю как не радоваться всегда не благодарить за него христа сердцем за кого тоже не знаю к себе ни на секунду не отношу на сайте во свете библии нахожу буквально все что нужно пока понимает что пора все посещения начинать наверное с форума дай бог чтобы одновременно также жил и на вашем форме игнатий тихонович жил в кавычках связи с этим побил все рекорды наверное так как последнее время за дня в день одним этим только и живу благо что пенсионер и время позволяет находиться на вашем сайте во свете библии пока не кончатся силы благодарю дорогой наши игнатий тихонович сердцем и душой крепко крепко обнимаю и вас благодарю христа и радуюсь за вас истинного миссионера и проповедника мы все очень любим вас и и при многим обязаны вашему личному примеру истинного проповедника благовестителя святой библии спасителя и христа бога нашего слава христу дай бог вам долголетия и здоровья во славу божье дорогой игнатий тихонович с поклоном глубоким уважением и любовью как к истинному посланнику божию к вам дорогой наш учитель и друг игнатий тихонович и ваш александр тетюшев 65 лет город бугоруслан оренбургская область ну надо же вот чтобы выровнять весы теперь я буду ждать поношение везде с месяц примерно эту будут гнать горячку на меня рустам гусейнов игнатий тихонович а можно рассылать видеоролики мои с вами sky беседы своим знакомым в том числе и женщине которые раньше любил естественно не для того чтобы связать с ней узы любви а для назидания в православии или же это есть нечто метание бисера перед свиньями и лучше не оглядываться назад не смотреть на прошлое забывая задние простираясь вперед но если на женщину то конечно не смотреть у нее на задние это лучше простираться вперед я отвечаю это как раз тот момент где нужно отступать от места прежнего греха в том направлении ни шага и не давая знать о себе первое коринцем 6 18 бегайте блуда всякий грех какой делает человек есть вне тела а блудник решит против собственного тела и под словом любовь понимается сегодня только блуд больше ничего нету пусть бы кто-то послал они вы сами вот мой такой совет и вот говорят я у вас тут три месяца и уже все просмотрела все ролики а их роликов то у нас восемь тысяч восемьсот я подсчитал то получается восемь тысяч на восемьсот роликов если по полчаса в день или по часу в день даже смотреть то ровно на 13 лет если 365 дней в году смотреть 13 лет надо смотреть почему ну как библиотеку любую зайди там ты же не прочитаешь берешь с полки что тебе надо другой берет другое не так что один ролик вот он сел и сидит теперь напел что-то и сидит ну и посмотреть наши ресурсы не мешало бы вот это первое мой мир его в на украине закрыли значит чего-то он стоит сезон много посылают у нас богатым 21000 фото и видео 7634 ну на 1200 меньше чем на канале вот это наш видео форум форум православный 1600 тем очень богатой темы такие ну и где-то 280 человек так 300 больше никак нельзя раскрутить люди не знают даже про него кто может другим скажите и вот наш канал вот сегодня утром я во втором часу ночи уже поставил пока братья проснуться в 4 40 печку затопил успел потихоньку потихоньку стали стало теплее вечером было правда у нас и не так холодно 14 градусов тепла ну холодновато и вот что тут получилось вот 10 роликов самое большое это 100 просмотров за 4 часа вот видно спит утра радость обращение 11 минут наша гликерия спит и вот тут вот кто-то зашел откроется ругается на не виноваты кто-то что-то зашел вот что тут говорят вот ролик такой он называется гости из киргизии уезжает довольные здоровые август 2016 год кто-то зашел что на это вам не ставки а русские наши граждане киргизстана это племянник приезжал дальше какие отзывы пишут в настоящие русские у нас живут киргизстане тоже еще один девушки платках одеты скромно не как шлюхи еще марат какой-то пишет добрые простые люди дай бог им здоровья удачи и добра вот мусульмане смотри как отзывается нас нурлан жумабаев вот друзья даже приятно смотреть что живут русские у нас хорошо надо посмотреть русским которые в россии которые считают нас чурками и унижают бег какой-то киргизстанские русские они вообще молодцы а молодцы русские хорошие так еще пишет в розовом платке дочка видимо очень скромная и красивая девчина нуржан качи беков это настоящие русские народы шингисхан а они матом ни одного слова не сказали вот тоже здорово еще на лес изобеков верующие православные светлые люди заметьте одежды с элементами старообрядчества так гуляев гугл настоящие русские люди не то что российские русские еще один пишет молодцы так еще какой-то его сервер киргизстане гости а так киргизстане классно так аделет абдраимов а какая связь с гизе так и не пойму ему отвечают очень приятно посмотреть видео который русский верит богу и со со все к добру как же хотелось в москве таких людей побольше очень хорошо воспитание детей в москве или где-то дети курят матерятся очень много спасибо за все вас питание за воспитание таких детей турсуналиева рима такие простые люди добрые дай бог вам здоровья счастья это мусульмане нас благословляют дальше хорошие приятные люди ансалбек таба гаров прикольный дед как василий не забудь потом мне скинешь да она пишет такие простые люди добрые еще один пишет айдар шакеев я люблю русские из киргизстана муслим эти русские с киргизстана в гостях в российской деревне приятно видеть верующих вот они говорят гонят убивают еще курман исакеев уважаю русских какой-то даст как будто назад во времени слава старой веры что ли киргизские по латинскими буквами то тебя плохо вижу дальше какие прекрасное лицо какой-то тер это вам не ставки наши граждане российские юки закир баристан сапарбеков киргизстанские русские отличается от российских русских как небо и земля русские в киргизстане отличается с тем что они человечные простой душой вежливы воспитанная а в россии русские обратная сторона самая худшая во всех отношениях да и без слов понятно уже многие уже знают вся страна русские из россии уже давно показали себя с плохой худшей стороны недолюбливая других элементарное уважение в общении уважение общение гостеприимства не знают а ведь это самое главное между людьми гульсара юсупова а киргизия тут причем ажамберди аман келды даданбаев уральцы что ли староверцы аимыкас вайзакова уважаемые земляки щедро и дорого вам хорошо доехать до домой киргизии соседи ждет вас самара акулова киргизские русские очень добрые хорошо я очень люблю их уважаю дай бог вам здоровья счастья комиссии это тип полицай пишет старообрядцы такие простые люди добрые дай бог здравия счастья вот настоящие русские народы живет киргизстан и очень добрые но так я не поняла в чем дело-то про лагерь какой-то рутер дом на грамотный бабай это на меня уже они поехали бабай то то не извините нас то чуть что то тут пишет они богу отличительный людей отличительный людей но ответить что не ругаются вот тебе и мусульмане вот как относятся когда ты как даже одет только где-то ну вот я могу даже показать я это вот мы беседуем здесь вот посмотрите это моя сестра стоит разговаривает это так сыну подошла вот девочка как раз на и вот я теперь дальше продергиваю вот его дети здесь это она не должна прикасаться к тому что девочки выезжают вот они выезжают вот видите как какой отзыв это ну я зашел туда потому что не знаю пока первое тут читала в это время вот такие комментарии ролик ничего нету мы провожаем родственников своих тут вся родня собрались и вот мусульманам понравилось вот пока говорил тут но есть у нас еще вот во сети библии православный библейский сайт тут очень много всего очень много и вот у меня здесь звуки видео вот здесь и есть звук и видео златоуз 12 томов сейчас обрабатываем жития и вот нашлись люди которые помогают но я тут своим делом выставляю пока занимаюсь вот теперь хотел показать вот это вчера мне прислал и говорит ну ладно я буду заниматься добротолюбием но какое заглавку то сделать и он прислал мне в одобряя или нет вот в библии добротолюбия первый том 150 то есть какие страницы с какой до куда доходит видите как сделал как по старинному буквами такими славянскими это новиков сергей александрович ну я добры одобрил говорю очень хорошее я не привередливый но все вот что-то тут у меня библия какая-то корейские издали библию прислали посмотреть как мы воспринимем но и показать что у нас на сайте вопросы ответы я отвечаю и вот такой вопрос один три тысячи триста шестьдесят второй девятнадцатый том открытым оком как сходили главному судье в крае каков результат нашей общей молитвы то услышал ли нас господь это я пошел и сразу предупреждаю усилить надо молитву все время что-то когда спрашивает трудно где-то усилить молитву ответ речь идет о моем деле о защите чести достоинства и деловой репутации смотри открытым оком том 10 вот две тысячи триста двадцать седьмой вопрос том 11 2477 12 том подряд тут 2719 129 731 и том 13 вот видите сколько вопросов где они находятся надо найти показать было результат будет виден немного позже считаю что встреча была не бесполезной беседовали один час пять минут виктор иванович пашков председатель краевого суда вот его телефон раньше мы с ним неоднократно беседовали обоих о вечности и он уже многое слышал от меня но вот ввели новые инструкции и судью отгородили вместе с его коридором у дверей посадили охранника и сама дверь под кодовым замком не дозвониться не встретиться но у него очень хороший секретарь с двумя высшими образованиями ольга васильевна также я телефон да и хороший секретарь как у истигнеева владимир васильевича ректора гтв это дар божий она помогла и соединила меня со своим начальником 12 1 2007 и вскоре она мне позвонила сказать что встреча назначена на понедельник 15 января 2007 что и сбылось конечно меня интересовало его отношения к моему делу от защите чести достоинства деловой репутации то есть книжечку написал один коммунист секретарь по полю парт партии парт секретарь мамонцевского района морозов николай иванович как и сказала секретарь дело лежала уже на столе позиция судей такова что если приговор уже вступил в законную я говорю беззаконную силу то он хотя их боссом является не имеет права даже обсуждать осуждать подвергать сомнению правильность этого приговора когда этот параграф которую мне засчитал из тоненькой зелененькой в несколько листиков брошюрки видимо для себя она держит я согласился что у него очевидно была заложена правильная идея это иначе как судить то нищим то если выше по прихоти своей или по заказу может отменять их решение то но получилось как и говорит апостол павел кремлинам 7 глава 10 стих заповедь данная для жизни послужила мне к смерти виктор иванович он генерал-майор не раз назвал меня и в этот раз и раньше большим психологом и потому опираясь на его мнение обо мне могу сказать что может быть я ошибаюсь том что скажу и тем опровергну его мнение обо мне какое у него было до сих пор мне показалось что человек мягкий добрый но жутко боязливый держится не за бога не за совесть а за параграф и страшно боится чтобы его не подкусили те на его место кто давно метит и потому он так осторожничал что разговор мог быть записан и под него подкоп будет сделан он все время давил на параграф что разные где могут быть доводы одному нравится другому не нравится приговор судьи я же только одно долдонил что моем деле не только нечего было исследовать то а нужно было суде громко хлопнуть по столу рукой и выгнать всех длже свидетелей то чтоб не морочили голову так как не было того что клевещет старый коммунист а не было не потому что смог бы я это доказать или подобрал хороших свидетелей то а по исключительности и уникальности доказательства не было самого места где было якобы совершено мною преступление против человечности против самого гуманного строя коммунистического людоедства это все равно как если бы после исчезновения водах океана атлантиды если таковая была кто-то стал бы утверждать что через три года был в атлантиде и видел как такой то совершил преступление что что суд то мог исследовать то в первую очередь установить дату исчезновения атлантиды и все что будет говорено что будто было на улицах и в домах атлантиды после этой даты считать вымыслом сумасшедшего вот это я ищет вердил добрый десяток раз виктор иванович это он терпеливо выслушал меня и потом начинал считать выводы краевого суда а в этой папке подшито мое воззвание вопль к нему же пашкову виктор иванович это я прошу прочесть его но он снова считает выводы суда не было ли нарушено какое правило при судебном разбирательстве производстве было ли экспертизы выслушал ли у нас судья при липченко га когда я сослался на лживость суди он тут же уведомил меня а я это и так знал что судья уже не работает этим он желал меня уверить что у них теперь дело лучше обстоит но я сказал что хотя при липченко нет но дух то лжи в них прилип прочно он тут и застрял когда я сказал что я пришел не за тем чтобы виктор иванович отменил или изменил сразу решение суда-то но для того чтобы впредь у него судах не было такого безумия но снова начал считать решение краевого суда который не нашел причины для отмены решения первой инстанции я мысленно помолился и пристально посмотрел на говорящие мне и мне показалось что я вижу все суды мира где вместо облеченных тогой игры такой не ограниченной ничем власти сидят не люди сотворенные по образу божия мертвецы облаченные в судейские тоги мертвые бездушные манекены я снова попросил пожалуйста прочтите эти шесть страниц моего вопля и вдруг он совершенно чужим и вовсе не своим мягким голосом а замогильно черство и сухо ответил чуть ли не с угрозой вы меня не ломайте он ли это выдохнул виктор иванович рассказал мне что недавно с кем-то разговаривал он так и не сказал мне с кем именно и те что-то начали говорить что лапкин делает что-то не бескорыстно и что он виктор иванович стал на мою защиту вы не знаете этого человека сказали а я знаю и стал припоминать мне мои слова что я когда-то ему говорил что рано или поздно но правда восторжествует и бог все растает на свои места не история а бог и тут я сказал о том что не могла ли судья получить взятку большую раз в десять своего оклада то что так осаживала на меня и так заступалась за коммунистов реакция виктора ивановича была бурная он сказал мне вот одним эти вы перечеркиваете все ваши добрые дела если так о судьях думаете я тут от рядового до этого поста дошел и взяток тут нет я же ему напомню что и в москве сажает судей оборотней так почему бы им не завис стись из барнаули то и напомнил об одной особо зверского нрава которая подпирает его и фамилия тони зверева о которой столько раз слышал в городе что она не берет а гребет взятки очень много говорил ему о бессовестности судей и о невозможности им спастись на суде божьем сирахов 86 не домогайся сделаться судьей чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою а развале страны прочитал и дал в руки его самому прочесть слова анатолия федоровича кони адвоката он пишет там где справедливость и правосудие не сливаются в единое понятие там общественный быт поколеблен своих нравственных основаниях справедливость и правосудие мне настолько был жалко Виктора Ивановича что так и хотелось там встать на молитву и помолиться о его плененой дьяволом душе думаю что услышал нас господь и судья выслушал меня великодушно и уж никак не думай чтобы он забыл этот часовой разговор он будет еще о нем дома в личных беседах с женой и с дочкой вспоминать читая мои книги еще раз убедился что хотя бы ты имел тысячу адвокатов это ничуть не поможет в самом выигрышном самом выигрышном деле если господь не поможет римлян 9 16 и так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося но от бога милующего а имеющему должность так легко было бы и выправить безумие нижестоящего клерка написать самому верховный суд и рассказать что была допущена грубейшая ложь и нужно немедленно отменить безумное постановление лживейшего судьи и конечно же видя подпись председателя краевого суда там уж никак не могли бы проигнорировать его справедливую просьбу но видимо многое удобнее спустя лет 70 создавать реабилитационные суды и из-за отсутствия состава преступления считать сегодняши як они бывшим сразу же созвонился с доктором юридических наук профессором сорокином виталием викторовичем его телефон даю чтобы узнать можно ли выступить перед него студентами достучаться до их сердец чтобы они не губили свои души созвонился с профессором тэном леонидом васильевичем ректором академии экономики права с той же просьбой притча соломона 22 6 наставь юношу при начале пути его он не уклонится от него когда и состарится то есть я хотел перед студентами юридического факультета выступить исход 4 21 и сказал господь моисею когда пойдешь и возвратишься в египет смотри все чудеса которые я поручил тебе сделай перед лицом фараона я жесточу а я жесточу сердце его и он не отпустит народа я написал стихотворение беседовать приходится с судьей он генерал и в краевом масштабе к нему клиент так просто не пройдет забаррикадировался и предбанник бабий я целый час стучу по сердцу сейфу пытаясь совесть вызволить наружу не покривить бы самому не сдрепить по делу моему азарта кружим ему дал доню целый битый час что не было событий и места о том как коммунисты на меня рычат в грязи безбожность потрохами месят пытаясь документы показать дотошности тяну разгоряченно а он параграф тыщет мне под зад пытается поднять мой ум никчемный не бог не совесть кабинет не вхожи куранты бьют последние часы не умиляюсь говорю все строже что судьи оборотни взяточники псы припомнил нам у фея сусану бесстыжего безбожного судью что он и я на божий суд предстанем там непрестанно бабки подобьют перед пилатом связанный христос святая истина стоит кровоподтеках судья же до вопроса так и не дорос так что естественно слепец возвал в потемках за эту встречу многие молились как некогда за павла перед фестом слова евангельские пережигали примесь щадит судейский кодекс адским треском о господи дай совестливых судей соделать чадами у божьей благодати с давидом с моисеем заодно да будут дай силы распрямиться всем горбатым слава иисусу христу 16 января 2007 года но дело-то в общем когда они стали представлять свидетелей и приезжает и у него свидетель бывший директор книги какой-то там научный ли кто директор библиотеки гатсон биллер документы трудовая все как надо все за протоколировали что они приезжали семьдесят пятом году или семьдесят шестом запомните цифру семьдесят пятом семьдесят шестом вопрос задаю вы приезжали кем были директором доказательства он по трудовые показывает ну и правда в этом году он принял еще раз переспрашиваю вы были уже в должности директора когда приехали да а я в это время уже работал в архиве краевом и нашел что в семьдесят первом году или семидесятом в потеряевке уже школы не было не было она закрыта была там осталось три ученика и она была прикрыта не было это три или пять лет разделяет как вы могли приехать в деревню где не было ни одного человека ни одного дома ну и деревня нету ни одного учителя не научника как вы могли как вы могли видеть что я учительницу отталкивал заходил но я попросил в суд вызвать сына ее а он доктор исторических наук он приехал саша сюда я говорю скажите вашу маму ульяну ивановну в деревне это уважали ну как учителя в деревне да а могло быть такое чтобы я зашел от женой тем более ее оттолкнул непонятно зачем да вы что да нет я гнут это не утверждает подтвердить что это гипотетически не могло быть а там как могло быть события с атлантида уже ушла ее нету она на дне моря и документы которые с краевой с краевого архива там папки поднимали это там искали они за район за какого их там все по полочкам не как у меня здесь но я все выписал и на бланке этого архива принес еще судья только глянула бы на деревне то не было как-то лапкина мог там встречать то и все решать то не очень совершенно не очень все остальное выдумка не врали и врали сидели если я в их сторону решила что так все и было да как могло быть я смотрю ну как могло быть деревне то не было не было я же справку принес что но 72 году наши родители уехали а школа была закрыта раньше там кажется на год мне было она не слышит или подкупленная или ну так и должно быть по коммунистка может быть осудится это секретарь и просто так а секретарь мамонтовского райкома партии по там пропагандистом все ну и вот такое дело это вот мы сейчас о государственных органах немножко я тут все это показал как все пока